Макроэкономические показатели Программы количественного смягчения в США, снижение объема покупок облигаций и перехода ФРС к более жесткой кредитно-денежной политике. На предстоящей неделе состоится очередное заседание Федерального комитета открытого рынка ФОМС, которое может внести дополнительную ясность в решении вопроса о сокращении программы QE3. Инвесторы будут внимательно следить за любой опубликованной информацией, и рынок будет немедленно реагировать даже на незначительные слухи по этому вопросу. Кроме того, в пятницу будут представлены данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, которые традиционно будут иметь повышенную степень важности в связи с привязкой сроков сокращения программы количественного смягчения к уровню безработицы в Америке. Исходя из вышесказанного, в нашем прогнозе на следующую неделю предполагаем повышенную волатильность пары EURUSD, а также продолжение восходящего тренда последних двух недель и движение к уровням 1.3325, 1.3375 и 1.3450. Вместе с тем, нельзя исключить вероятность того, что доллар получит поддержку при заявлении ФРС о стабилизации американской экономики и ближайшем сокращении объемов покупок гособлигаций. В этом случае пара EURUSD развернется к уровням 1.3195, 1.315 и 1.3065. Пара фунт-доллар сохраняет тенденцию к росту в течение последних недель, в основном благодаря определенной слабости доллара в этот период. Тем не менее, нужно учитывать, что экономическая ситуация в Великобритании очень непростая. Даже несмотря на видимое улучшение некоторых статистических показателей в последнее время, основные секторы экономики по-прежнему находятся в состоянии рецессии. Новый управляющий Банка Англии Марк Карни пока не предпринимал никаких резких шагов на своем посту, заявив в своем первом выступлении, что возможные изменения в кредитно-денежной политике будут рассмотрены в августе. Многие участники рынка ожидают от Карни действий, направленных на значительное смягчение монетарной политики Банком Англии, что в итоге приведет к серьезному снижению цены британского фунта. Большинство крупных инвестиционных банков по-прежнему занимает медвежью позицию по отношению к паре фунт-доллар в среднесрочной перспективе. На следующей неделе будет опубликован ряд макроэкономических показателей Великобритании, которые помогут более точно оценить состояние британской экономики и предположить, насколько серьезными будут изменения кредитно-денежной политики Банка Англии. Кроме этого, пара фунт-доллар будет реагировать и на происходящие в Америке дебаты о сокращении программы количественного смягчения в США. В нашем прогнозе на неделю по паре фунт-доллар предполагаем завершение подъема пары вблизи ценового уровня 1.54.50 и начало нисходящего движения британской валюты к целевым уровням 1.53.60, 1.52.84, 1.51.90 и 1.51.ровно. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова